Набираем 808 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи и мы продолжаем карьеру за Зенит. У нас близится концовка сезона. В прошлой серии мы очень удачно сыграли с Шальки. Не без труда, но мы смогли выиграть. Пока что в чемпионате мы идем на второй строчке и у нас скорее идет борьба, наверное, за место Лиги Чемпионов. Нежели за первую строчку в турнирной таблице. Давайте посмотрим, что у нас осталось. Сегодня мы играем матч Санжи, 28-й тур. Также ответная встреча с Шальки на выезде и матч с ЦСКА, который дышит нам в спину. Это будет очень важный матч и скорее всего вот именно эта встреча будет решать, кто из нас ЦСКА или мы попадаем на вторую строчку и пытаемся еще бороться за первое место с Локомотивом. Ну а в следующий раз у нас финал Кубка России. У нас финал Лиги Европы, если мы, конечно же, туда выходим. И матч с Краснодаром. Финальный матч сезона. В общем, сегодня играем два матча в чемпионате. Они очень важны, да и в принципе и полуфинал ответной Шальки. Там главное не пропустить, аккуратно сыграть и все получится. Так что, ребята, усаживайтесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Ставьте свой жирнющий лайк. Подписывайтесь на канал, если вы новенький. Ну и погнали на игру. Недавно наткнулся на сайт SkyCart. И там можно заработать баблишко. Там есть несколько режимов игры. Два из шести и три из девяти. Давайте же попробуем. Нужно просто стирать карточки и заработать деньги. Вот так вот мы немножко подняли. Давайте попробуем еще раз и поднимем ставочку, скажем, на тысячу. Стираем еще раз. И победа, ребята! Мы поднимаем деньги. Это здорово. Здесь также есть отзывы. Отзывов очень много, ребята. Вы также можете зайти в группу ВКонтакте. Куча отзывов от живых людей. Ну и давайте выведем денежки. Буду выводить, наверное, на Яндекс деньги. Закажем выплату. Давайте пять тысяч. А на остальные деньги я еще сыграю. Переходи по ссылочке в описании, регистрируйся и начинай зарабатывать вместе со SkyCart. Мы принимаем Анжи у себя дома. Осталось совсем немного. До конца. И нужно постараться выложиться по максимуму. После этого сезона, скорее всего, нам нужно будет какое-то усиление. С кем-то нам придется расстаться. Ну и если мы попадаем в Лигу Чемпионов, там, конечно, нужны будут новые лица. Мы и в этом-то сезоне довольно непросто, скрипя зубами, шли по Лиге Европы и далеко не с самыми сильными командами мы встречались. И, кстати говоря, в ответном матче, точнее во втором матче, вторая встреча Лиги Европы, там встречается Челси и Вильяреал. Вильяреал выиграл у Челси в первом матче 3-1. Пошла подача. Себастьян Дриуси не добирается до мяча. И вскрикнули трибуны, потому что всем показалось, что сшатывут и ударили по ногам. Кокорин здорово играет на Кузяева. Кузяев с мячом и удар с левой. И здесь спасает галкипер. И отбиваются защитники Анжи. Леандро Паредас. И сейчас налево. Здорово. На Набиуллина. Набиуллин. Передача. Еще одна на Кокорина. Добивай. И Кокорин все же со второй попытки забивает мяч у ворота Анжи. Очень, очень важный гол. И сейчас, знаете, вот эти эмоции, которые я испытываю, они мне почему-то напоминают Зенит. Зенит тогдашний, когда я был еще совсем маленьким и только знакомился с командой Зенит. И вот тогда забивали не очень много. И вот эти вот мячи под занавес сезона, когда была очень напряженная турнирная борьба, они всегда вызывали какие-то бурные эмоции. И вот сейчас Кокорин забивает очень важный гол. В этой встрече. И пусть времени еще довольно много, но 1-0 к середине первого тайма. Это хорошо. Ой-ой-ой. Очень грубо влетают в Анюкова. И первая желтая карточка. Маркелов получает предупреждение в первом тайме. Здесь он, конечно, не успевал. Анюков уже сделал передачу на партнера. Пусть и тянулся к мячу, но вот так вот жестко в ногу. Это, конечно, не по правилам. И первое предупреждение в сегодняшней встрече. Тем временем Паредос подает удар Шатова. Не добрался он до мяча. Еще разок. И сразу Шатов в штрафную. А получилось опасно. Пас в центр. Скидка. И Набиуллин успевает выставить ногу. Кузяев. Еще один удар. И здесь спасает голкипер. Набо у мяча. Удар по воротам. Это было опасно. И на этом матч закончен. Три очка. Мы продолжаем турнирную гонку. И давайте смотреть, как сыграли другие команды. ЦСКА обыграл крылья Советов 3-0. Локомотив разобрался с тульским Арсеналом. Спартак выиграл у Ахмата. Ну и собственно Краснодар выиграл у Динамо. Это те ребята, которые находятся рядом с нами. И по-прежнему мы на втором месте. ЦСКА на третьем. Локомотив на первом. Разница у всех команд в два очка. Краснодар там уже чуть подальше. И собственно у нас вот эта тройка будет решать, кто же победит. Мне интересно, с кем встречается еще Локомотив в конце этого сезона. Мы-то играем с ЦСКА, это понятно. Ну и давайте, давайте друзья тогда отправляться на полуфинал. Стадион Шальки. Мы приехали в гости. Еще одной Газпромовской команде. Мы в первой встрече выиграли дома 2-0. В принципе это было здорово. Это было хорошо для нас. Но Шальки дома может показать хорошую игру. И два мяча. Это не сказать, чтобы большой задел для выхода в финал Лиги Европы. Команды появляются на газоне. Вот так вот здорово. Болельщики поддерживают Шальки. Отличный перформанс. Шальки 0-4. Зенит. Ответный матч полуфинала Лиги Европы. Ну и ребята поехали. Сегодня у нас Артем Дзюба с первых минут. В нападении ему помогает Олег Шатов и Роберт Мак. В центре Маркизио Пареда Скузяев. Ну и в обороне у нас Шкриньяр, Мамана, Смольников, Набиуллин и Лунев на воротах. Ну и вот Роберт Мак уже в нападении. Пошла передача на Шатова. Здорово. Паредас. Аккуратная передача на Кузяева. И здесь Кузяев мог наказать соперника, но немножко, немножко ему не повезло. Он классно подработал мяч на грудь. После передачи Паредаса. Но забить не смог. Передача на дальнюю и ножницами выносит соперник. Здесь Смольников. Шкриньяр не дает сопернику сделать передачу, но аут все равно будет в пользу хозяев. Чуть-чуть у нас получше владения мячом. Передача в штрафную опасна. 1-0. Оставили. Оставили здесь соперника. И забивают. Они один мяч, несутся вперед, потому что время еще есть. И посмотрите, в окружении трех футболистов. Лунев как-то с запозданием вообще среагировал на этот удар. И счет по сумме матчей становится 2-1. А здесь здорово Кузяев. Роберт Мак. И попробовать ударить в дальний. И спасает голкипер. И угловой. Последние секунды первого тайма пошла подача. Удар по воротам. Лунев на месте. Начинается второй тайм матча. Шальки-Зенит. Ответная встреча полуфинала. Лиги Европы. Ну и пока. Пока, ребята. 2-1 по сумме матчей в нашу пользу. Но вот сейчас Шальки несется снова вперед. Маркизио. Красавец. А сейчас опасно. Удар по воротам. Лунев вытаскивает. И просто вперед. Передача на Дзюбу. Нет офсайда. Дзюба. Дзюба хоронит Шальки. За оставшееся время. И мне забить. Я думаю. Столько, сколько нужно. Нет там никакого офсайда. Потому что дальний центральный защитник остался. И Артем Дзюба. Получив, по-моему, мяч чуть ли не в первый раз в этой встрече. Укрывает мяч корпусом. И бьет в дальний угол. Наверняка. 1-1. И 3-1 по сумме. Опасно. Удар по воротам. Рикошет и гол. 2-1, ребята. И все впереди. Да. Коноплянка забивает. Вот это жара. Вот это жара. Но пока что гол, забитый на чужом поле, нас еще спасает. И здесь какая-то снова неразбериха. Рикошет. И вот здесь вот. Мяч как-то отскочил. Давайте посмотрим еще разок повтор. Не совсем понятно, что там произошло. Пошел пас в центр. Удар по воротам. И от Смольникова. Мяч отскакивает, меняет траекторию и дезориентирует Лунева. У нас готовится, друзья, двойная замена. Выйдет Ерохин и Лаксальт вместо Паредоса и Набиулина. Лаксальт. Свеженький Лаксальт. Удар по воротам. И не дал он, не дал он пробить девятнадцатому номеру Шальке удобно. Накрывал до последнего. Ну и, конечно, здесь два центральных упустили. Лаксальт. Красавец. И все. Ребята, тяжелейший матч. 2-1. И мы выходим в финал Лиги Европы. Вот такая вот радость Шкриньяра. Я Шальке просто низкий поклон делаю за такую игру. За рвение к победе. Они молодцы. Показали классный футбол. Но гол, забитый Артемом Дзюбой, приносит нам проход в следующий этап. А этот этап будет финальным, ребята. Ну и, как мы видим, дальше проходит Вильяреал. И мы с ними встретимся в финале Лиги Европы. Пришла свеженькая порция футболистов, которых нам предлагает скаут. И здесь Гомес из Аталанты. Также Витиньо, бывший игрок ЦСКА, который сейчас играет в Шальке. И Стриннич из Милана. Финальный матч серии. Не менее важный, чем и все остальные игры, которые мы провели сегодня. Это выезд к ЦСКА. Это, если я не ошибаюсь, предпоследний тур чемпионата. Еще у нас будет игра с Краснодаром. Ну и, ребята, мы смогли пройти в финал Лиги Европы. Это большое достижение. Если мы выиграем финал Лиги Европы, то мы пройдем в Лигу чемпионов безотборочных. Сразу в группу. Ну а второе место в чемпионате, если мы проиграем в финале, то нам дарует только, если я не ошибаюсь, как раз-таки игру. Где надо будет еще отобраться. Ну а ЦСКА очень яростно начинает эту встречу. Пошла подача. И успевает. Успевает Лунев, но там какое-то нарушение. Увидел арбитр на самой ленточке. Посмотрите, действительно, еще буквально какие-то считанные сантиметры. Это было бы пенальти. Удар по воротам. И Лунев пропускает. Лунев пропускает просто какой-то невероятный мяч. Обликов забивает просто с ленточки. Невероятный удар. Посмотрим еще раз. Пошел заброс. И вот здесь, ну не ожидал Лунев. Такое чувство, что футболист ЦСКА пойдет на самую ленточку для пробития. И вот так вот активно ЦСКА выходит вперед. Нобуа играет на Дзюбу. Нет офсайда. Дзюба. Дзюба сравнивает. И счет становится 1-1. На Тоненького. Уже во втором эпизоде, во втором матче вот такая вот нервозность. И здесь Дзюба отлепился от защитника и аккуратно пробил в дальний угол. Не смог спасти Акинфеев. И счет снова становится равным. Ну вот она, настоящая борьба. Команд, которые борются за лидирующие позиции в чемпионате. Ну же, здорово! Кокорин! Удар Кокорина и тащит Акинфеев. Ерохин выходит вместо Нобуа. Ну и давайте будет Маркизио подавать. Мы сделаем снова нашу домашнюю заготовку. Рывок в штрафную. Пошла подача. Удар по воротам. И это был Ерохин. Только что вышедший на замену мог вывести команду вперед. Отличный удар, но над перекладиной. Полетел мяч. А здесь до Дзюбы. Мяч не дошел, но он его царапывает. Его сам и забивает. Артем Дзюба. Герой матча с Шальке. И сейчас он забивает. В матче с ЦСКА очень важный мяч. Очень, очень важный мяч. Для трех очков. И здесь, посмотрите, казалось, уже все забирает защитник. Но не разобрались, кто из них будет первый. А первый на пинче оказался Артем Дзюба. И вот этот вот рикошет от ноги защитника ЦСКА помогает Дзюбе забить. Передача здорово на Лаксальта. Лаксальт свеженький. Подача в штрафную. Отбиваются армейцы. Две минуты арбитр добавил. Две минуты истекли. Финальный свисток, ребята. Важная победа. Очень важные три очка. Я надеюсь, серия вам понравилась. Бурные эмоции. Куча голов. И увидимся, друзья, в следующей серии. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok